Мир детства радостен и тонок, как флейт и плавающий звук. Пока смеется мне ребенок, я знаю, что не зря живу. Будь в гуще радостных событий и так на протяжении лет, судьба моя, ребячьей души, нет лучшей доли на земле. В преддверии дня дошкольного работника наша съемочная группа побывала в детских садах нашего района. Мы побеседовали с работниками самой гуманной, самой благородной профессии. Галина Анатольевна Федорова работает в детском саду Футора Игнатьевский. Посвятила она благородной профессии воспитателя 35 лет. На вопрос, почему она выбрала эту профессию, ее ответ прост. Для меня это не просто профессия, это призвание. Осень к нам пришла, похолодало. На улице у нас листопад. Мы сегодня с вами видели, как листочки лежат на земле. Почему они упали с земли? Потому что желтые. Пожелтели они. Туда садись, Леша. Пожелтели, потому что осенью листочки желтеют, краснеют и падают. И это называется как, Рустынчик? Листопад. 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 А теперь послушайте стихотворение, которое так и называется. Листопад. Послушайте. Мы с вами вчера рассматривали грибочки и говорили, что у нас есть хорошие грибочки, добрые. А есть недобрые, злые, несъедобные грибочки, которые ни в коем случае нельзя брать в руки, не нюхать их, не пробовать. Потому что это очень опасно. Можно попасть даже в больницу из-за этих грибочков. Да? Мы говорили, помните, мухомор и бледная поганка. Да? Очень герой. Бледная. Она так и называется поганка. Потому что она много беды приносит. А сейчас мы отправимся в наш лес и посмотрим, какие же зверюшки у нас в лесу живут. И как же они готовятся осенью к зиме. Малышка светит. Полетели птички, полетели. Чили-чили-чили. Чили-чили. Перетайте, хорошо. Чили-чили-чили-чили. Вот такие птички. Вот такие птички. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Хорошо, быстрее. Замокнешь, Миленочка. Замокнешь быстрее. Быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Вот, молодцы. Нынче, пряден день осень. Сколько ядов с лечей. Поздравляйте, поздравление яд нас от малышей. Вот, а ну-ка, десанночка, громко, не торопись. Приходили шоктиков и перекосички. И стишки учили, как датчики и лисички. Вот, молодец. Галина Федорова не представляет свою жизнь без детей. Без любознательных глаз. Хоть за плечами привычный стаж работы, воспитатель полна энергии и энтузиазма. В этом детском саду, в этом году уже будет 30 лет, как я работаю. А вообще общий стаж педагогический вне 33 года. Работаю в разных группах, начиная с ясельной. И также выпускаю детей в первый класс. За все это время, конечно, было много конкурсов. Но наиболее такие, запомню, что это конкурс «Воспитатель года». В 2012 году я принимала участие. И конкурс музыкальных талантов. Тоже мои дети выступали и заняли там третье место. При заводе. Вот, ну, также проводим большую проектную деятельность. Разрабатываем свои проекты. Вот так был мной разработан проект «Любить труд на родной земле», который я посвятила труженикам сельского хозяйства. И где дети в течение года, он был годовой проект, изучали, знакомились, посещали ток, бригады, были на поле. То есть знакомились с трудом сельских жителей того места, где они проживают. И, конечно, прививали любовь этим проектам и желание трудиться на родной земле. Ну, мы работаем по программе, которая разработана тоже нами самостоятельно. Она соответствует программе ФГОС по всем стандартам своим. В своей работе на что мы уделяем внимание? Во-первых, оздоровлению наших ребят, потому что это сейчас больной вопрос. Дети очень болезненные, поэтому детский сад работает по этим задачам, по оздоровлению. Также по воспитанию патриотических чувств наших детей, потому что это тоже одна из наиболее важных сейчас задач. Воспитать именно патриотов, детей, которые любят свою родину, которые стремятся принести своими делами удачу в своей стране. Ну и также не забываем о том, что мы живем в республике Адыгея. У нас очень много проходит праздников, посвященному Адыгеи, и образованию Адыгеи, и писателям адыгейским. Тоже разработаны у нас ряд проектов по ознакомлению детей с нашей родной республикой. Что еще можно сказать? Большую помощь вообще у нас в работе детского сада оказывают наши родители. Очень активны, помогают всегда. Всегда идут на встречу, выполняют различные... У нас очень часто проходят конкурсы совместных коллективных детских работ. Вот сейчас у нас будет конкурс «Подарки осени», который родители будут в октябре месяце выполнять поделки вместе с детьми. Участвуют в развлечениях «Я, ты, спортивная семья, папа, мама, я спортивная семья». И также, конечно, мы большую заботу и внимание чувствуем нашей районной администрации, которая тоже оказывает нам помощь и в приобретении игрушек, и в приобретении оборудования. И также наши спонсоры, наши арендаторы, которые помогают в проведении ремонта, в приобретении игрушек и в проведении зимних праздников. Что вы хотите пожелать молодым воспитателям? Своим коллегам молодым я хочу пожелать успехов в своей работе, любви детской, чтобы детские сады были для них всегда открыты. И, конечно, долгой педагогической работы. Ребята, а какое время года сегодня? Осень! Осень! Мы знаем стихи про осень? Да! А кто прочитает стихи? Я! Паучинка светлая, улетела лето, стало холоднее и не гранит гром. Тихо-тихо все прощаются, в юго отправляются и уже осенью песню поют. Хорошо. Кто еще? Я! Тихо-тихо! 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 Осень наступила, высохли святы, и глядят уныла, горы и хусты. Тут я небо красил, солнце не блесит. Громко! Ветер! Ветер в поле воет, дождик морозит. Осень красит золото, рощи и леса, слышатся плещанье, листья голоса, авые и желтые, летят листья лед. Кружат, кружат, вот такие слойки хоровод. Ад-дам-дам-эсак-выщ, и штиху-паски, хад-дам-эс. Бар-дам-эс-бад-ам-эс. Вахан-джам-эс, билет-джон. Годиночки несем, гордон песенки поем, Урожай собирай и на зиму запасай Мы ребята молодцы, собирали огурцы И фасоль, и горох, урожай у нас неплох Хорошо, сели, а в садики что мы делаем? Играем в садик Тра, паца, два, и один, 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 один Верл, верл, зим, фа, пэш Верл, верл, зим, фа, шэш Бичи уникла и дэш Бичи уникла и дэш Вокса ваа кай амызныц Сыны фае бусталныш Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok